МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мне кажется, очень важным сходство судьбы героя Джеймса Могилла, который сейчас превратится в суперадвоката Соло Гумана, и сыгравшего его актера Бога Одненкерка, который очень продолжительное количество времени работал профессиональным комиком, сценаристом, ведущим, продюсером Сады Дэй Найт Лайф и прочих подобных телевизионных шоу. И, в общем, по большому счету, можно сказать, был не суперуспешен в этом. А, кстати, я только что вон в том суде людям жизни спасал. Да вы мой герой. Идь унеслась, ребята. Кто же он для нас Джеймс Могилл? Это бывший падающий Джимми. То есть, по сути, такой же жулик, шарлатан, который зарабатывал деньги тем, что подстраивал аварии с собой в главной роли, делал вид, что ему очень больно, раскручивал людей на деньги. А как насчет бабла? Срубал ли он бабло? У падающего Джимми все было отработано. Одно хорошее падение, и он срубал шесть-восемь косарей. Хватало и на пивасик, и на травку аж до самой осени. Восемь косарей? Восемь косарей. То есть, нечто противоположное, прямо противоположное его старшему брату, который, судя по всему, для него с детства был кумиром для подражания. И вот мы видим этот конфликт человека, который пытается за всех сил бороться со своим прошлым, с прошлым жулика. Но при этом мы видим, опять же, из общения с его друзьями детства, что он это делал не столько ради денег, сколько из удовольствия. Просто у него прирожденный талант, как мы потом позже выясним, прирожденный ораторский талант. То есть, он прекрасно умеет убеждать людей в своей правоте. И если Кэтлмена в действии, кто-то надоумил сбежать, пока ты еще больше не начудил, скажи спасибо этому доброму самаритянину, кем бы он ни был. Он ни фигово тебе помог. Длинные планы. Какая-то там тревожная медленная музыка. Никакого форсирования событий. Все на нюансах, все на отыгрышах на длинных, на риторических фразах. Это все гораздо более сложная задача, на самом деле, чем постоянно сидеть и нагнетать сюжетные повороты. Это все очень сложно, конечно же, удержать напряжение и его постоянно наращивать. Но оставлять как бы вот тихо играть, тихо писать, снимать. На самом деле, гораздо сложнее, требует более высокого профессионализма, чем, например, сюжетные американские горки. 500 регистрационный сбор, перекус в дороге и сбор захоронения. Прочие расходы и носим камни. Я создам церковь мою. Совершенно эпический жанр, который вскрывает практически все американские ценности, поворачивает их наизнанку и тем самым проверяет на прочность. И, конечно же, персонаж Соло Гудмана, адвоката, был одним из самых ярких и специально выделяющихся из общей массы других персонажей. Как правильно сказали один из создателей сериала, собственно, и «Брекинг Бэт», и «Лучше занять Солу», что Соло Гудмана один из самых честных и, в общем, понятных персонажей. Он имеет непосредственное отношение к противоправным действиям своих клиентов, но при этом в нем минимум лицемерие и максимум профессионализма. Эти качества его, его внешний вид экстравагантный, его, в принципе, умение вести диалог, беседу сделали его одним из любимых персонажей еще сериала «Во все тяжкие». Поэтому, я думаю, что это была прекрасная идея именно ему посвятить первое спин-офф, надеюсь, не последнее «Брекинг Бэт». «Брекинг Бэт», «Брекинг Бэт», «Брекинг Бэт». Но он, в моем понимании, еще ближе к кино и, в принципе, размывает эти границы уже до неузнаваемости. «Брекинг Бэт». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова